За последние полгода в программе «Формула здоровья» вышло несколько выпусков, посвященных подразделениям реабилитационной помощи. Поэтому мы решили, что пора подвести промежуточный итог. Для этого пригласили руководителя Центра медицинской реабилитации Одинцовской областной больницы Ильсю Яр Онищенко. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» сегодня в необычном формате. Меня зовут Карина Еряшева. Здравствуйте, Ильсю Яр Халиловна! Добрый день! Ну, раз уж мы сегодня решились подводить промежуточные итоги, то нужно уточнить, что такие изменения происходят в Одинцовской областной больнице последние полгода. Вот расскажите, какая работа была проведена за этот срок? В состав Центра медицинской реабилитации Одинцовской областной больницы вошли все три этапа медицинской помощи по профилю медицинская реабилитация. Это ранний этап медицинской реабилитации, который производится в первые сутки после травмы или после произошедшей сосудистой катастрофы, после инсульта. Это отделение реанимации, нейрохирургии, сосудистые отделения. Второй этап медицинской реабилитации – стационарный этап. Это 3 отделения медицинской реабилитации. Отделение медицинской реабилитации для пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, отделение медицинской реабилитации пациентов с патологией центральной нервной системы и отделение медицинской реабилитации с патологией соматической патологией. Это стационарный этап. Сейчас это 140 коек, которые находятся в подразделении 45-й горбольницы. И третий этап медицинской реабилитации. Одно из отделений, где мы находимся сейчас, это амбулаторный этап. Взрослый находится в поликлинике номер 1 по улице Маршала Березова, дом 3. И отделение реабилитации амбулаторная детская находится по адресу улицы Говрова, дом 10. Почему эту работу важно было провести? То есть что было до этого не так или же не соответствовало нормам, может быть, Минздрава, что нужно было провести такую комплексную, обширную работу? Во-первых, лицензию по медицинской реабилитации Одинцовская областная больница получила только в конце 2022 года, в декабре месяце. И в 2023 году прямо необходимо напрашивались изменения. Мы произвели полную реструктуризацию этой службы, привели ее в соответствие с законодательством. Всю нормативную документацию произвели в соответствии с законодательством. На момент получения лицензии было это всего лишь одно отделение, которое включало в себя все нозологии. На данном этапе медицинская реабилитация на стационарном этапе проводится на 140 койках. А вот сколько вы, получается, уже в должности, да, как руководителя? В должности я пришла на работу в марте 2023 года. Соответственно, чуть больше года я работаю в этой должности, но я считаю, что очень большая работа произведена за это время. Ну, если вы сами будете оценивать свою работу, если такой вопрос возможен, то что бы вы выделили среди каких-то ваших успехов, коллективных, либо же ваших лично, да, чем вы сейчас можете поделиться с нашими телезрителями, как с гордостью? Ну, прежде всего, это выстраивание структуры этой службы, это правильная этапность медицинской реабилитации в этой больнице, привлечение кадров и правильная работа. Теперь медицинская реабилитация в Одинцовской областной больнице производится мультидисциплинарными командами, чего раньше не было. То есть это такой комплексный подход каждому пациенту. А с точки зрения новшеств, да, медицины, есть ли в Минздраве какие-то наработки, касаемые реабилитационной помощи, которые появятся сейчас или в ближайшее время в нашей Одинцовской областной больнице? Ну, в принципе, за этот год мы ввели все новшества и с Минздравом проделали очень большую работу для того, чтобы создать вот эту вот структуру медицинской реабилитации. Минздрав, в свою очередь, он очень хорошо оснастил оборудование в нашу больницу. Мы оснащены по последнему слову техники, благодаря Министерству здравоохранения. Ну, это мы немножко поговорили о вашей работе, но тут интересно, я думаю, нашим телезрителям и с точки зрения вас как личности, как человека. Все-таки эта работа такая, достаточно менеджерская, если так можно сказать, создать структуру, правильно все разделить. Это больше вам по душе, чем врачебная деятельность? Или же это вы пришли с опытом к этому, да, что все-таки стало интересно, немножко выросли из просто врача, да, и решили, что есть чем поделиться, есть куда свои знания и опыт применить? Ну, наверное, да, это произошло само по себе, потому что за свою работу, у меня папа тоже врач, у нас врачебная династия, он всегда говорил, что настоящий врач, он должен идти с самого низа, ступенька за ступенькой. А когда я училась в медицинском институте, я работала на первом этапе медицинской сестрой на четвертом курсе в сложном отделении, отделение реанимации. Я там проработала до окончания университета, потом стала работать врачом, потом уже заведующее отделение реабилитации, и затем уже шаг за шагом произошел просто вот этот вот, как сказать, путь, так сказать, был пройден этот путь. И когда ты знаешь, как это работает с самого низу, тебе очень понятно, как нужно сделать так, чтобы на самом верху, в общем, было виднее. То есть не когда ты пришел сразу наверх, а когда ты уже был младшим медицинским персоналом, затем средним, потом уже врачом, потом уже ты занимал какую-то руководящую должность. Поэтому для того, чтобы руководить, нужно очень много тоже знаний. Поэтому я, в свою очередь, и учусь, и совершенствуюсь, потому что медицинский менеджмент – это тоже очень важная и очень сложная работа. Требует очень много знаний, требует очень много расчетов. Ты должен быть одновременно и экономистом, и политологом, да, одномоментно. И психологом, наверное. Потому что каждый человек, начиная от санитарки, заканчивая заведующим отделением, выгорает и приходит к тебе со своими чайными надеждами. А они рассказывают о своих проблемах дома, о своих каких-то страхах. И поэтому тут нужно быть тоже и психологом, конечно, в свою очередь, и поддерживать. Скажите, а вы, кстати, жесткий руководитель? Вы знаете, я не очень люблю тоталитарный режим, потому что мне приходилось работать в свое время и с руководителями, которые занимали такую позицию, и с руководителями, которые занимали более мягкую позицию. Невозможно выбрать что-то одно, потому что невозможно стать другом, своим коллегам, потому что тогда рассеивается грань между работой. Поэтому я думаю, что нужно комбинировать, где-то быть подстроже, а где-то нужно быть и мягче. С точки зрения тогда реабилитационных отделений, стационаров, амбулаторий, какое сейчас состояние вот этих всех подразделений, да, чему сейчас стоит уделить большее внимание? На что сейчас, так сказать, ваш взгляд наделен? Вы знаете, вот за это время, когда, во-первых, специальность физическая реабилитационная медицина, она достаточно новая. В 2018 году стартовал пилотный проект всероссийский, когда Галина Евгеньевна Иванова, она эту специальность ввела. И спустя пару лет только эта специальность была утверждена, и специалистов по этой нозологии мало. То есть мы выбирали этих специалистов из других специальностей смежных, да, их обучали. Поэтому самое сложное было это найти людей, врачей, специалистов, их обучить и привить им любовь к этой специальности. Потому что она очень интересная, медицинская реабилитация. Когда ты видишь, как человек после инсульта не может ни есть, ни дышать, даже не проглатывать пищу, и постепенно, когда ты с ним занимаешься, он начинает все это уметь, и он тебе благодарит, что он научился сидеть, кушать, что он научился глотать, что он научился говорить. Это стоит великого. И когда доктора, они видят это, они вдохновляются. Это каждый раз. Это есть даже такая вот у нас в реабилитации центральная нервная система после инсультов пациентов. Мы ведем эту траекторию лечения этих пациентов как младенцев. То есть они проходят все этапы, которые проходит младенец после рождения. То есть они учатся переворачиваться, учатся держать голову, учатся глотать. Все вот эти вот рефлексы, они также и применимы к постинсультному пациенту. Когда ты видишь это перерождение, когда человек рождается вновь после тяжелого, вот такого, после сосудистой катастрофы тяжелой, ты радуешься. И самое сложное было вот эти кадры привлечь, их оставить у себя, обучить. И на данном этапе, мне кажется, что нам вот-вот удалось это сделать. Укомплектовать отделение специалистами с высшим медицинским образованием, обучить их в специальности физическая реабилитационная медицина. И сейчас мы переходим уже в такое качественное, интересное русло, когда врачи совершенствуются, обучаются, и они уже видят плоды своих усилий и трудов. Им становится это очень интересно, когда они не заботятся о том, чтобы сестры были, чтобы сейчас все есть. Чтобы все просто работало, каждый вид, как единый механизм. Вот мы сейчас работаем над этим, над качеством, над обучением. Да, кстати, во время записи нескольких формул здоровья я обратила внимание, что когда с врачами разговариваешь, ну то есть реабилитологами сейчас, и спрашиваешь их медицинскую, так сказать, профессиональную деятельность, то многие замечают, что я заметила, да, что многие пришли из других действительно смежных каких-то медицинских профессий. То есть кто-то там работал просто терапевтом, решил, что... То есть это реабилитация такое новое веяние, можно так сказать. Или же все-таки оно просто раньше не было таким популярным? На самом деле просто государство обратило на это сейчас очень большое внимание, потому что в реабилитации нуждаются практически 60% населения нашей страны. А связано ли это с большим количеством инсультов, которые сейчас есть? Связано ли это, может быть, с специально-военной операцией в том числе, потому что тоже есть свои определенные грани этого? Либо же это вот чисто с тем, что медицина не стоит на месте, да, все новые и новые какие-то направления открываются, выводятся в отдельные, что тоже, кстати, очень интересно. Вот как вы замечаете? Ну, со специальной военной операцией, наверное, это не связано, потому что это началось гораздо раньше. Это был 2016-2018 год, когда вот это все зарождалось в России в том виде, в котором оно есть сейчас. Но вы правильно сказали, что реабилитация вообще в Российской Федерации появилась после мировой войны. Она называлась восстановительная медицина. То есть тогда это было немножко в другом виде, но смысл был такой же. Раньше она называлась восстановительная медицина. Сейчас вот эта специальность физической реабилитационной медицины и работа в мультидисциплинарных командах сделала эту помощь более широкой и индивидуальной. То есть когда одномоментно, одновременно смотрят одного пациента, несколько врачей, дают свое заключение, выставляют реабилитационный потенциал и работают с ним. То есть это такое вот... И раньше, например, после эндопротезирования... Раньше не было так широко применено эндопротезирование тазобедренных суставов. Не протезировали пациентов старше 80 лет. Сейчас это делается повсеместно, в первые сутки практически. И поэтому эти пациенты после реабилитации сами себя обслуживают, прекрасно интегрированы в жизнь. Есть ли у нас в Одинцовской областной больнице опыт эндопротезирования? Оказываем ли мы такую помощь? Конечно. У нас есть травматологическое отделение, в котором проводится эндопротезирование коленов, тазобедренных суставов, в некоторых случаях и плечевого сустава. Эти пациенты на 3-5 сутки переводятся в отделение реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Вы сейчас являетесь практикующим врачом? Или все же сосредоточились больше на других обязанностях? Практикующий врач, как личный врач каких-то пациентов, конечно, эти пациенты приходят, ты даешь какие-то направления деятельности, но мы проводим обходы еженедельные в отделениях. Без этого никуда обращаются постоянно родственники, знакомые. Поэтому врачу без специальности... Часов в сутках, расскажите, откуда находить это время? Да, это очень сложно, потому что врач – это, наверное, круглосуточная работа. Всегда случается что-нибудь даже, может быть, даже не по твоей специальности, но днем и ночью врач должен оказать помощь. Скажите, а вот на опыт зарубежных коллег, может быть, следите за какими-то специалистами, методиками их? Все-таки реабилитация – это не только ЛФК и так далее, но это все-таки и разные методики, которые иногда сами специалисты в моменте своей работы находят и применяют на практике, и оказывается, что это действительно рабочая схема. Вот следите ли вы за кем-то и, может быть, потом планируете в своих подразделениях применить какую-то из методик? Если да, то поделитесь, что это. Конечно, у нас есть в Союзе реабилитологов России, туда всегда все последние статьи, данные, мировые, потому что врач физической реабилитационной медицины пришла к нам в специальность Запада, и поэтому вот эти все методики, они, конечно же, использованы и в других странах, и мы перенимаем этот опыт. Плюс к тому, что было у нас наработано в Советском Союзе, в России, врач, он всегда должен учиться, поэтому наши доктора постоянно учатся и применяют эти техники на своих пациентах. Кстати, вы, когда работаете, какую технику общения с пациентами, может быть, используете? Есть такое общение? Может быть, это шутки? Может быть, это, наоборот, терминология, когда пациенту сразу несколько версий рассказываешь, и он уже понимает, что его ждет, 10 вариантов развития событий? Вы знаете, есть разные пациенты, и поэтому каждому пациенту должен быть свой подход, потому что с некоторыми пациентами нельзя применять ни шутки, ни прибаутки, а нужно конструктивно говорить о его состоянии. Он этого и ждет, он за этим приходит к специалисту. А есть некоторые, которые не готовы пока принимать, например, то, что с ним происходит, и нужно в какой-то такой более мягкой манере ему объяснить и рассказать вот этот вот путь. Ну и, наверное, такой заключительный вопрос, такой более уже официальный. Может быть, есть какое-то статистическое значение? Может быть, это в другом в чем-то выражается? Какие планы у подразделений медицинской реабилитации на ближайший год? Ну, давайте возьмем год. Наверное, на качестве оказываемой помощи прежде всего. Потому что, занимаясь вот этими организационными вопросами, оснащением и так далее, кадровыми вопросами, упускалась такая важная вещь, как когда ты смотришь глубоко внутрь пациента. Поэтому я думаю, что нужно сейчас обратить весь свой взор на качество оказываемой помощи. Да, и у нас в формуле здоровья буквально две недели назад мы решили, что будем в конце. У каждого врача, заведующего, спрашивать, в чем формула здоровья? В счастье. Если человек счастлив, то он будет обязательно здоров. Мне кажется, этот ответ универсален и подходит ко всем. Спасибо вам, Ельсю Яру Халиловну. Надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся и подведем, может быть, уже в следующем году итоги прошедшего года. Да, спасибо вам большое, Карина. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова